Взрывы газа в доме в осеннем переулке. Пять человек пострадали в ДТП в Рязанской области, и 38 школьников стали сегодня кадетыми. Итак, следователи назвали предварительную причину взрыва газа в доме в осеннем переулке. Они выяснили, что на момент инцидента жилой дом отапливался при этом в нескольких квартирах. Было установлено газовое оборудование для индивидуального отопления. Фрагменты из квартиры, которая стала эпицентром взрыва, были обнаружены и изъяты. По ним назначены соответствующие экспертизы. По результатам осмотра установлено, что обнаруженные фрагменты соединительных элементов газового оборудования из квартиры, где предположительно был эпицентр взрыва, не имеют следов разрезов. Осмотр места происшествия и фрагментов газового оборудования предварительно подтвердил версию следствия о причине произошедшего в результате действия лица, проживавшего в квартире, где произошел взрыв. Назначены взрывотехнические судебно-медицинские строительно-технические судебные экспертизы. Пять человек, в том числе дети, пострадали в ДТП в Рязанской области. Авария произошла около 8 утра на участке трассы М5 в Рыбновском районе. Далее Наталья Новикова. Инцидент произошел рано утром на 174-м километре автодороги у Ходынина в Рыбновском районе. По предварительным данным, Жигули 12-й модели, двигаясь со стороны Москвы, для осуществления левого поворота остановились на проезжей части, включив сигнал поворота. Водитель Пежо не успел вовремя среагировать, в результате чего совершил наезд на остановившиеся транспортные средства, после чего съехал в Кювет. Пострадали пять человек. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки, а также женщина, пассажир отечественного автомобиля и ехавшие из салона автомобиля двое несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 4 лет с травмами были доставлены в больницу. Отмечается, что 4-летняя девочка находилась в детском удерживающем устройстве. 16-летний подросток был пристегнут. К счастью, все остались живы. Сотрудники госавтоинспекции в очередной раз призывают рязанцев быть аккуратнее и внимательнее на дорогах соблюдать правила ПДД и не забывать, что от нашей ответственности зависит безопасность, здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения. Осенью, в принципе, на дорогах нужно быть осторожнее, потому что погода непредсказуема. Специалисты предлагают не ждать дня жестянщика и готовиться к заморозкам уже сейчас. Поздняя осень – это вроде еще не зима, но управление автомобилем в этот короткий период очень непростое. Статистика говорит, именно сейчас происходит увеличение числа аварий. Чтобы не пополнить с собой сводки ГАИ, необходимо помнить, что абсолютное большинство еще на летней резине, а на улице уже холодно. С учетом погодных условий рекомендуем водителям Рязани и Рязанской области перейти все-таки с летней резины на зимнюю, как бы обезопасить себя от несчастных случаев, а именно дорожно-транспортных происшествий и создания заторных ситуаций при управлении транспортными средствами. Переубываться или нет – личное дело каждого. Особенно если у вас шиповка и вы горожанин, то и в принципе лучше повременить. Поэтому приходится ездить, постоянно приноравливаясь к погоде. Днем тепло, температура держится выше 4 градусов. А вот с утра уже минус, и поскольку за ночь летняя шина замерзла, ее необходимо прогреть. Поэтому первый километр едем не спеша. Но это если асфальт сухой. На мокром, холодном асфальте такая шина склонна к скольжению даже на низкой скорости. Также необходимо особое внимание уделять торможению. Выбирать скоростной режим нужно таким, чтобы в любой ситуации вы были уверены, что остановите автомобиль там, где планируете остановиться, а не поцеловав задний бампер автомобиля впереди. И, наконец, самое важное – необходимо осознать, что лето закончилось. А значит, пора забыть о баловстве, которое нам было дозволено. Резкие старты со светофора, активные перестроения и прочий адреналин. С учетом изменения погодных условий, стиль вождения водителя меняется. Поэтому рекомендуем изменить стиль вождения из более агрессивной езды, перейти на более спокойную. С учетом того, что будет гололедица, покрытие изменится, будут снежные накаты, гололед, повторюсь уже. И скорость, и внимание должно быть увеличено. И тормозной путь, как вы знаете, уже в соответствии с изменением погодных условий, он увеличивается. И время торможения до объекта или до препятствий, которые возникают в процессе движения, будет меньше. И, соответственно, транспортное средство, возможно, попадет в дорожно-транспортные происшествия, что нежелательно в нашей ситуации. Так что однозначно меняем стиль вождения на умеренный. Внимательнее относимся к особенностям рельефа и помним, что то, что обычно нам помогает, может таить в себе опасность. Дело в том, что дорожная разметка при нулевой температуре в дождь становится скользкой. И попав на нее, даже одним колесом автомобиль может развернуть. Так что пока еще не все переобулись, а дороги не начали посыпать реагентами, все это имеем в виду и заботимся о сохранности своего здоровья и своих железных коней. Обо всех этих моментах необходимо помнить прежде всего опытным водителям, потому что именно они себя чувствуют на дорогах слишком самоуверенно. А в это время в ГИБДД России подвели первые итоги приема экзаменов на права по новому стандарту. После нововведения статистика успешной сдачи резко упала. Автоинспектор региона, в свою очередь, решили выяснить, как сотрудники рязанских автошкол передают знания будущим водителям и организовали конкурс. На соревновательном этапе побывала наша съемочная группа. Основные положения правил сдачи экзаменов на права и процедуры получения водительского удостоверения были утверждены правительством еще в 2014 году. И за это время поступило немало предложений и замечаний и от граждан, и от автошкол. МВД их учло и представило новый регламент. С 1 сентября действуют новые правила. Основные изменения коснулись теоретического экзамена. За каждую ошибку экзаменующимся добавляется еще пять дополнительных вопросов. Как следует выучить правила дорожного движения и разобраться в деталях, во многом задача каждого лично. А вот навыки вождения – заслуга инструктора автошколы, к которому вы попали. Насколько мастерски справляются инструкторы с заданиями, выяснили на конкурсе, в котором приняли участие 15 рязанских автошкол. Цель данного мероприятия – выявить лучшего мастера производственного обучения, так как мы знаем, что основные азы, которые кандидат-водитель получает, он приобретает у этого мастера производственного обучения. Если, соответственно, он неграмотно, с меньшей ответственностью подойдет к данному вопросу, у нас получится такой прецедент, что при сдаче тех же квалификационных экзаменов, а именно первого этапа или второго этапа практического вождения, будут какие-то недочеты, соответственно, ошибки, допущенные кандидатом водителя, и, возможно, не сдача положительных данных экзаменов. Упражнений на автодроме, согласно новому регламенту, стало больше. Вместо обязательных трех теперь выполняется пять. Помимо эстакады, параллельной парковки, развороты на ограниченном пространстве и заезды в бок с задним ходом, добавится еще одно задание – повороты на 90 градусов. А вот привычная змейка поменяется. Теперь это будут маневры на извилистой дороге. На практике испробовали выполнение таких заданий и представители рязанских автошкол, только их задача усложнилась. Им нужно было выполнить элементы на скорость. Чем быстрее и чище они это делали, тем больше шансов занять призовое место получали. Мастер производственного обучения должен быть лицом, на который должна равняться автошкола, с учетом того, что первоначальные навыки, получающие кандидатом в водителя, они непосредственно приобретаются от мастера производственного обучения. Напомним, что с сентября упрощена и процедура подачи документов для прохождения экзаменов. Как обещают в ГИБДД, теперь можно не стоять в очереди, а зарегистрироваться из дома. В рядах кадетов Рязанской области пополнение. Клятву верности принесли 38 школьников. Ученики пятого класса поклялись с честью и достоинством нести звание кадетов. Гости пожелали ребятам быть настоящими патриотами России и соблюдать кодекс чести. Кто же такие кадеты? Скорее всего, они сами ответят на этот вопрос. Очень целеустремленные молодые люди, знающие, чего хотят в своей жизни. Мне нравится. Я сама на это пошла. Я хочу в дальнейшем продолжить военную карьеру в Голицынском пограничном институте. Я хочу работать военным психологом. Уже три года в 33-й школе действуют кадетские классы. На выходе ученики получают документ о среднем образовании. Однако выбор дальнейшей профессии для многих из них с самого начала принятия торжественной клятвы очевиден. Когда подходит время поступать в какие-то военные, даже просто в учебные заведения, то наши кадеты в большинстве своем делают выбор за силовыми структурами. Они поступают не только в институты пограничной направленности ФСБ России, но и в институты МВД, Министерство обороны, МЧС. В этом году у нас даже первая девушка поступила в Академию ФСБ России. Сегодня для кадетов во Дворце молодежи организовали свои презентации военные, летчики, десантники. Среди них были представители 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава, который располагается в Рязани в гарнизоне Дягилева. Сами летчики-профессионалы рассказали детям о воздушно-космических войсках. Я летчик, я летаю на Ту-95МС, пожалуйста, медведь. Каждый ребенок – это потенциальный защитник своей родины. Ну, пытались привить, чтобы дети понимали, что военнослужащие – это не только что-то такое красивое, но это в том числе и большая ответственность, к которой, в принципе, должен каждый стремиться. Встать на путь службы в воздушно-космических войсках могут юноши и девушки. Для этого нужно пройти через армию или найти другие варианты – военное училище или, к примеру, радиотехнический университет. Можно у нас служить, тем самым помогать, защищать родину в разных сферах. То есть девочки могут быть как от связисток и точно так же летать в зависимости от того, потому что у нас есть и космонавты женщины, и летчики женщины. Поэтому все объясняем, что у каждого человека, то есть все в его руках. На выставке были и представители знаменитого на весь мир Рязанского училища ВДВ. Одним из направлений, которые они презентовали для молодых кадетов, стал факультет специального назначения. Будущие спецназовцы проходят обучение на специально оборудованной для этого базе. Вот одно из помещений на макете в разрезе. В этом здании курсанты отрабатывают водолазную подготовку, имитируя проникновение на вражескую подводную лодку. Учатся сварке деталей под водой, нахождению на большой глубине в течение нескольких суток в капсуле, где применяется специальное оборудование для имитации давления воды. Словно на выставке вакансий, дети могли ознакомиться с тем местом, куда они могут отправиться дальше для обучения и работы. Кадеты 33-й школы неоднократно проявляли себя, и многие из них добиваются больших успехов, начиная от военно-спортивных состязаний и до выбора дальнейшего места обучения. Судя по всему, патриотическое воспитание действительно проникло в глубины сознания молодых россиян, которые идут по пути службы в силовых структурах для установления порядка и во славу Великой России. Ответственность, трудолюбие и сознательное отношение к жизни – вот что отличает таких школьников. Но, к сожалению, некоторых подростков привлекает другая жизнь. Хулиганство – первые попытки попробовать алкоголь и курение, чтобы казаться более взрослыми и значимыми в глазах сверстников. Избежать плачевных последствий такого подросткового поведения помогает комиссия по делам несовершеннолетних. До декабря пройдет ряд мероприятий, посвященных профилактике административных правонарушений среди школьников. Далее Марина Комиссарова. Школа-интернат номер один. Здесь обучаются ребята из неблагополучных семей. Те, кому особенно нужна любовь и забота. И те, на кого особенно стоит обратить внимание воспитателям, педагогам и представителям правоохранительных органов. Среда, в которой воспитываются эти дети, как правило, совсем не походит на атмосферу счастливого детства. Вот почему в этой школе постоянно проходят лекции и практические занятия с представителями комиссии по делам несовершеннолетних. В несовершеннолетнем, в зависимости от статьи, предусматриваются различные виды наказания. В основном это либо штрафные санкции, либо предупреждения. В основном это употребление алкоголя, собакокурение. Участились нарушения по статье 727, это мелкое хищение. В основном вот такие вот статьи административного закладательства несовершеннолетние у нас нарушают в городе. Такие встречи в рамках месячника будут проходить повсеместно во всех школах города. Потому что соблазны, как известно, существуют не только для детей из неблагополучных семей. Примеров противоправного поведения ребят из весьма зажиточных слоев населения тоже превеликое множество. Причем зачастую речь идет о более серьезных проступках, чем курение или употребление алкоголя. Тогда к работе подключается уже инспекция по делам несовершеннолетних. Согласно нормативной базе нашей, значит, профилактика преступлений и правонарушения несовершеннолетних является общим делом всех подразделений органов внутренних дел. У нас ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление детей, находящихся в темное время суток без сопровождения родителей и законных представителей на улице. В случае выявления таких детей, они передаются законным представителям, составляется соответствующий материал и в дальнейшем составляется протокол об административном правонарушении. В любом случае стоит помнить, что избежать как административных нарушений, так и более серьезных отклонений поведения можно. Главное – окружать каждого ребенка любовью и заботой. И напоследок. Благоустройство территории Лыбецкого бульвара продолжается. Сегодня вместо руин там появляются дорожки. Площадку перед зданием цирка выкладывают плиткой. Анна Герцовская знает о ходе проведения работ. Плитка за плиткой ложится узором около Рязанского цирка. В последнее время не только самоучреждение, но и территория, прилегающая к нему, стала абсолютно непосещаемой. Люди стараются обходить это место стороной, поскольку тут очень трудно пройти, не угодив в грязь или яму. Но вскоре все изменится. Пространство вокруг фонтана уже выложено плиткой. В ближайшие несколько дней поверхность облагородится вплоть до ближайшей лестницы. Лестница перед самым цирком была отремонтирована ранее, этим летом. До этого она была в разрушенном состоянии. Местами отсутствовали ступеньки. Теперь светлая ровная лестница обеспечит комфорт гражданам и порадует глаз рязанцев. Поговорив с рабочими, мне удалось выяснить, что в следующем году планируется вместо асфальта выложить плиткой всю территорию, ведущую к остановке цирка. Одна из лестниц, ведущих к остановке цирка, в этом году также была отремонтирована. И если действительно все это пространство преобразится, а вместо асфальта здесь появится плитка, тогда возле цирка запахнет цивилизацией, почти Европой. И может быть вскоре после этого лошадьми и сладкой ватой. Наступит тот момент, когда родители опять поведут своих детей в цирк смотреть на экзотических дрессированных животных. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.tv Я прощаюсь с вами до завтра и хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok